Всем доброе утро! Вы на канале Готовим с Любовью! Сегодня приготовим очень вкусный и сытный завтрак. Мясной пирог на сковороде. Вообще завтрак получается очень вкусный. Для него нам нужны будут следующие продукты. 1 луковица, немного зеленого лука, 50 граммов сыра моцарелла, 400 граммов куриного фарша. Фарш можно использовать любой. Соль, специи добавляем по вкусу. 200 миллилитров кефира, 3 яйца, 10 граммов разрыхлителя и 150 граммов муки. Первым делом мы разогреваем сковороду с растительным маслом. Сковороду я уже наготовила. Чуть-чуть налили растительного масла. Пусть греется. Освободу себе немножко стул. Берем луковицу и нарезаем ее кубиком. Этот пирог получается очень сочным и готовится быстро. Идеальный просто завтрак. Лук нарезали кубиком. Теперь выкладываем на сковороду. И немножко нужно поджарить. Теперь замешиваем тесто. Три яйца. Тесто у нас будет заливное, жидкое. Добавляем щепоточку соли. Взболтали венчиком. Добавляем кефир. Все продукты должны быть комнатной температуры. Так же перемешиваем. Теперь разрыхлитель и муку смешиваем. И добавляем в яйца. И вымешиваем до однородности. Все делаем венчиком. Все делается очень быстро. Посмотрим сейчас на лучок. Главное, чтобы он не подгорел. Пусть еще поджарится. Диаметр сковороды 21 сантиметр. Так, ну, практически заливное тесто наше и готово. Хорошенько вот так размешаем. Отлично. Теперь добавляем фарш. У меня куриный. И обжариваем все вместе. Добавляем соль по вкусу. Обязательно. Можно добавить черный перец. У меня специи. Еще давно привезла с Турции. Универсальные. Здесь травы очень ароматные, вкусные. Сейчас хорошенько обжариваем, чтобы куриный фарш был полностью готовым. Фарш готов. Теперь берем наше заливное тесто. Или выливаем. Не спешим. Огонь делаем умеренным. Это очень важно. Нам нужно, чтобы наше тесто приготовилось. Теперь берем, разравниваем. Очень ароматно. Спицы и так пахнут. Так, разравняли. Берем теперь крышку. И накрываем наш пирог. Пока наш пирог готовится, мы подготовим следующие продукты. Моцареллу натираем на крупной терочке. Можно приготовить этот пирог и без сыра. Зеленый лук мелко нарезаем. Вот, в принципе, и все приготовления. Сейчас помою посуду и пирог наш будет готов. Можно подавать на завтрак. Желаю всем удачного приготовления. И, конечно же, вкусных завтраков. 10 минут прошло. Поднимаем крышку. Смотрите, какая красота. Теперь пробуем руками. Не прилипает. Берем пергамент. Накрываем пергаментом. Для удобства. Берем тарелку большую. И теперь переворачиваем. Значит, смотрите. Не бойтесь. Хоп. И перевернули. Красота. Теперь берем. С помощью пергамента перекладываем наш пирог сюда. Вы видите, очень красивый. Теперь посыпаем зеленым луком сверху. Моцарелла в перемешку. Все хорошенько. Можно обойтись и без сыра. Я уже вам об этом говорила. Хорошенько расправили. И снова накрываем крышкой. И доготавливаем наш пирог. Выключаем огонь. В общей сложности пирог на сковороде готовился 20 минут. 10 минут на одной стороне. 10 минут на другой стороне. При умеренном огне. Теперь смотрите. Очень удобно. Перекладываем. Вместе с пергаментом. Его можно снять. Можно не снимать. Пусть пирог немножко остынет. И будем дегустировать. Какой аппетитный пирог. Нарезаю на порционные кусочки. Вообще просто супер. Мягкий, нежный, воздушный. Обязательно сейчас покажу вам его в разрезе. Тесто волшебное. Я уже просто, когда даже переворачивала пирог, чувствовала. Смотрите, какой разрез. Покажу не из пирога. Ну что, дегустируем. Обязательно приготовьте этот пирог. Не сложное приготовление. Как вкусно. Как нежно. Вообще тесто просто волшебное. Идеальная пропорция теста. Пропеклось. Вы знаете, пирог настолько сочный и сытный. Вот сок мяса буквально пропитал тесто. Плюс небольшой бонус. Моцарелла, зелень и специи. Специи тоже играют важную роль. Безумно вкусно. Сытный, сочный, нежный. Это просто супер завтрак. Готовьте на здоровье. Готовьте на радость своей семьи. С вами была Ира. И канал Готовимся с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok